Сегодня Красный Крест не просто организация, которая оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Белорусское общество Красного Креста уже многие годы создает в своей структуре эффективные проекты, развивает инициативы, которые находят отклик и признание у каждого жителя Беларуси. Что такое общественная организация? Есть волонтеры, есть некий ресурс, но в одиночку мы не справимся. Поэтому нам надо широкая поддержка как властей, так и населения. Помогать, поддерживать, защищать. В 2022 году эти слова стали особенно значимыми, в особенности для Красного Креста. Ведь с середины марта начался поток граждан Украины, прибывших с территории, охваченных военным конфликтом. Брестские краснокрестовцы одни из первых среагировали на наплыв мигрантов в наш регион и помогли всем, в чем нуждались беженцы из Украины. Понятно, что люди прибывали, особенно в первое время, с, наверное, большой трагедией, бедой, психосоциальной поддержкой, которым была необходима. Элементарные вещи даже пропитаться. Мы постоянно выдаем наборы, гигиенические наборы. Был создан механизм для того, кто у нас находится транзитом или желает все-таки остаться в Беларуси, но нет возможности для проживания. Мы были властями, особенно города Бреста, хочу поблагодарить их, созданные условия для того, чтобы люди могли найти себе кровь в первую очередь. Понятно, были определенные механизмы и кормления, и для того, чтобы где-то можно было и помыться, и гигиенически, и, что немаловажно, социализировать этих людей, если они не транзитом, потому что транзит довольно-таки большой. И на данном этапе мы встречаемся с тем, что люди едут как с запада на восток, так с востока на запад. И понятно, что Брест – это, наверное, такой ворота, пограничный город, он всегда таким был, а на сегодняшний момент он вызывает много вопросов, связанных с движением таких людей. Поэтому, опять же, если сказать, был создан механизм, и этот механизм работает. Всего за период с марта по сентябрь была оказана помощь порядка 1430 украинцам, из них более 820 – это дети. Помимо помощи Красного Креста, глава областной организации Белорусского Красного Креста Николай Кузьмитский также подчеркнул неравнодушную позицию простого народа – брещан, которые поддержали в беде своих соседей-украинцев. Продукты, гигиенические средства и товары первой необходимости передали сотрудники различных организаций. Эмоции сначала заплескивают, и на эмоциях люди делают некие поступки. Понятно, по предшествии полугода эмоции перешли в некое другое, наверное, направление, но они не стали более черствыми в Белоруссии. То есть мы все равно видим помощь, и я бы даже так скажу, что многие ответственные руководители, работники оказывают помощь, несут вещи, продукты. Вот сейчас даже у меня сегодня принесли гигиену и предприятия, организации. Я бы не сказал, что… Понятно, эмоции приутихли, но понимание важности этих направлений, оно существует. Еще один, так сказать, коронный вопрос для Белорусского Красного Креста – это эпидемия коронавируса. Это была совсем не та ситуация, в которой уже были выработаны четкая схема действий и система реагирования. Но именно этот вызов помог сплотить всех партнеров Красного Креста. Объединить ресурсы, чтобы оказать качественную помощь тем, кто нуждается в этом больше всего. Особенно ценной и значимой во время распространения коронавирусной эпидемии стала волонтерская деятельность. В этот непростой период добровольцы Красного Креста оказывали помощь пожилым людям и инвалидам, которые оказались в вынужденной самоизоляции. Также волонтеры Красного Креста вели разъяснительную работу и сопровождали пожилых людей, лиц с инвалидностью, к пунктам вакцинации. Эта работа продолжается еще в разъяснительном случае. Наши волонтеры где-то в торговых местах массового пребывания, люди раздают листовки, ролики были запущены, созданы. Ну, понятно, что это мы, как говорится, вспомогательный компонент для системы здравоохранения и, опять же, наверное, с определенными категориями играть. Несмотря на все сложности, такие как ковид и помощь мигрантам, Красный Крест успевал принимать участие и в различных акциях. Это и раздача воды в жаркую пору года, это и помощь гуманитарного характера, раздача еды, одежды, множество различных акций для детей, как новогодних, так и перед первым сентября. И все это колоссальный труд, который с ответственностью выполняют сотрудники Красного Креста и по сей день. Деток обучаем, особенно совместно с ГАИ. Вы видели, у нас есть тематические ковры, и мы всегда с этим ковром выезжаем. Информационная наша площадка. Площадка тоже развлекательная для деток. Это и клоуны наши работают. Ну, таким образом мы привлекаем внимание широкой общественности к деятельности Красного Креста. И в то же время проводим информационно-образовательные, организуем площадки. В Брестской областной организации Красного Креста работают люди с большим сердцем. И отрадно, что именно они составляют костяк Брестской областной организации и разделяют главенствующие принципы ее работы. Милосердие, гуманизм, готовность всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.